В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город. Новости по Выборгске». С вами Галина Давыдова. Здравствуйте! Вначале коротко о главном. Этого решения Выборг ждал 10 лет. Здания, принадлежавшие Министерству обороны, передали региону. Итоги работы полиции, создания народных дружин и не только. Ряд важных вопросов обсудили в Совете депутатов. Курс на импортозамещение. Завод холодильного оборудования выпускает продукцию европейского уровня. За красивыми сказками стоит огромный труд. Детский музыкальный театр отметил 30-летний юбилей. Объекты Министерства обороны в Выборге передают в собственность Ленинградской области. Сегодня территорию бывших военных городков осмотрели депутаты Госдумы Светлана Журова и Ольга Занко, а также председатель Комитета по сохранению культурного наследия региона Владимир Цой. Журналистам они рассказали о том, как будут использоваться объекты и когда стоит ожидать начала реставрации. Тему продолжит Вероника Когут. Новая школа и филиал областного молодежного центра «Авангард» появятся в Выборге. Объекты разместят на территории бывшей воинской части в центре города. Министерство обороны наконец передает в собственность Ленинградской области часть заброшенных объектов. Сегодня их осмотрели депутаты Госдумы и председатель областного комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. Состояние городков не очень хорошее. Даже в этом году из-за снега у нас здесь обрушился сарай. У нас есть незаконное проникновение на крепостной 57, потому что там, к сожалению, Министерство обороны не смогло обеспечить охрану. Там было уже несколько пожаров. Что происходит сейчас? У нас есть письмо о готовности Минобороны передать. Сторон Ленинградской области комитет по управлению госимуществом уже вступил в взаимодействие с территориальным подразделением Министерства обороны. Они занимаются оформлением документов. На крепостной 24-26 уже несколько лет располагается военный музей Карельского перешейка. Он останется на прежнем месте. Примерно вот так когда-то изначально выглядели все помещения. Силами поисковиков, добровольцев, энтузиастов часть из них сделали пригодными для размещения экспозиций и оформили уникальные выставки. К примеру, готовится к показу гранд-макет Выборга, включающий порядка 200 миниатюр. Здесь силами студенческих стройотрядов и добровольцев проведен косметический ремонт, восстановлено освещение. И мы потихонечку начали реализовывать проект, о котором мы говорили 5 лет. Это гранд-макет Выборга, то есть это архитектурный макет города Выборга максимально точный по состоянию на декабрь 1913 года. Потому что это последнее мирное ржество, то есть Финляндия и Россия в составе единого государства, Российской империи. Чтобы получить эти здания в собственность, администрация Выборгского района, Совет депутатов и правительство Ленобласти в течение 10 лет вели переписку с Министерством обороны. Благодаря кропотливой работе всех уровней власти, это и местного совета депутатов, и регионального, и старших товарищей из Государственной Думы, которые в принципе и довели это долгое дело до логического конца. И мы видим сегодня, может быть даже присутствуем при историческом событии, что здание Минобороны переходит в казну региона. И соответственно дальше будет вестись кропотливая работа по облагораживанию данных военных городков и непосредственно применению их для дальнейшего использования. Здание на крепостной 57 планируют отдать под общеобразовательное учреждение. В центральной части города не хватает мест в школах. Я благодарна и администрации, и губернатору, и Ольге Николаевне, потому что на самом деле мы совместно, команда единая, как мы любим команду 47, это делать вместе, в общем-то смогли решить эту задачу. Наверное, каждый не хочет отдавать свою собственность, которая тебе многие годы принадлежала, исторические здания, но в то же время, когда они разрушаются, это никуда не годится. И когда есть полное понимание, каким образом это будет использоваться, совершенно меняется картина. Когда первый раз обратились в Министерство обороны, решение было не положительным. И вот поэтому на протяжении нескольких месяцев вели переговоры, и нам удалось предложить такой формат использования этих помещений, что в итоге Министерство обороны согласилось на передачу этих объектов в собственность региона. Мне кажется, что при строительстве, при возведении школы, центра «Авангард» очень важно задействовать и инициативных жителей, родительское сообщество, патриотические организации Ленинградской области, которых в нашем регионе очень много. Прозвучала идея, что выборский филиал молодежного центра «Авангард», который создадут на базе бывшего военного городка, мог бы иметь морскую направленность. Такого в России еще нет. Вероника Когут, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Бывшему руководителю Комитета финансов администрации Выборгского района Александру Балучевскому вынесли приговор. Напомним, он признан виновным в хищении особо крупной суммы из районного бюджета. По данным следствия, Александр Балучевский давал указание подчиненным вносить в отчеты заведомо ложные показатели исполнения бюджета. Средства, которые якобы расходовались на ремонтные работы, выводились через подставные фирмы. Причину кражи экс-финансист объяснил тем, что деньги нужны были для его устройства в мэрию Москвы. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга назначил Балучевскому наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе в течение 6 лет. Кроме того, с бывшего чиновника взыщут более 764 миллионов рублей в пользу муниципального образования Выборгский район в счет возмещения материального ущерба. В Выборгском районе обновят мосты, расположенные на региональных трассах. В правительстве Ленобласти утвердили соответствующую программу. На пяти объектах подрядчики заменят гидроизоляцию и асфальт, отремонтируют ограждения. Такие работы запланированы в частности на мосту через Гороховку, на дороге Советский, Дятлова, Молодежная, Верхнечеркасова. Капитального ремонта ждет мост через Безымянный ручей на подъезде к станции Кондратьева. Всего в Ленинградской области в этом году планируется обновить около 150 километров региональных трасс в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Число совершенных в 2021 году преступлений уменьшилось на 500 по сравнению с годом предыдущим. Их число составило 2870. Об этом в ходе очередного заседания Совета депутатов Выборгского района рассказал начальник Выборгского управления МВД Роман Ильин. Также, по его словам, на 22% снизилось число дорожно-транспортных происшествий. Снизилось общее количество зарегистрированных тяжких преступлений на 280. Их число составило 897 проявлений. Сократилось количество причинений тяжкого вреда здоровью – 23 минус 8. Разбойных нападений – 5 минус 11. Квалифицированных краж – 1016 минус 228. В том числе из квартир 84 – это минус 22 к прошлому году. Кроме того, по словам Романа Ильина, улучшилась раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений. В целом, обстановка в районе характеризуется как стабильная и контролируемая. Глава ОМВД отметил, что на особом контроле находится вопрос укомплектования районов кадрами. В частности, в ближайшие три месяца должен появиться участковый уполномоченный в Каменогорском поселении. Принимающий участие в заседании глава района администрации Валерий Савинов отметил необходимость взаимодействия полиции и местной власти относительно поддержки прибывающих беженцев с территории ДНР и ЛНР. По местам дислокации беженцев хочу отметить два направления. Есть организованные группы, а также хочу напомнить о том, что прибывают у нас граждане неорганизованные. По этим гражданам большая просьба оперативная, как только появляется, сообщать, чтобы мы их могли четко сориентировать на меры поддержки. Также Валерий Савинов подчеркнул важность пополнения рядов добровольных формирований из числа жителей. Народные дружины необходимы в первую очередь для обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий. Выборги закрыли пункт вакцинации от коронавируса в торгово-развлекательном комплексе по адресу Железнодорожный Тупик 4. Прививку можно сделать в городской поликлинике. Запись на вакцинацию через официальный сайт медучреждения, портал госуслуги, терминалы в холле поликлиники или в регистратуре. В Ленобласти наблюдается значительный спад заболеваемости COVID-19. Как передает оперативный штаб, за последние сутки в регионе зарегистрировано 176 новых случаев коронавирусной инфекции. Намерены идти только вперед. Выборгские предприятия готовы работать в условиях импортозамещения. В этом еще раз убедились наши корреспонденты. Они побывали на заводе холодильного оборудования, который сегодня выпускает продукцию под российской маркой «Брискли Фэктори». Наталья Березовская расскажет подробнее. Руки российских слесарей-сборщиков выпускают продукцию европейского уровня. И технологический процесс в условиях санкции нарушен не будет. Главное – провести верную логистическую кампанию. В этом уверено руководство Выборгского завода холодильного оборудования. У завода, кстати, богатая история. Он начал свою работу 105 лет назад. Именно тогда на месте сегодняшнего российского производства марки «Брискли Фэктори» начали производить бытовую технику. Затем здесь стали выпускать холодильное и тепловое оборудование. А год назад компания «Брискли» выкупила убыточные предприятия, сохранив для выборцев рабочие места, обучая их на современных цифровых сервисах. Удалось не только возродить старое производство холодильной техники, но удалось внедрить и новые современные процессы. Так, помимо обычных стандартных холодильников, у нас производятся холодильники с телеметрией. То есть пользователь «Торговая точка» получает возможность автоматической регуляции и отслеживания температуры внутри витрины. Без введения бумажных журналов. Вся информация будет выгружена в личный кабинет. Заметим, по специальным требованиям владельцы холодильников обязаны регистрировать режим хранения продуктов. Выборские холодильники отправляются сегодня во все концы нашей страны. А об их качестве говорит, например, тот факт, что они успешно работают и в условиях повышенных температур. Благодаря наличию собственного конструкторского бюро мы можем гибко адаптировать производство и наши модели. Так, например, мы производили модели для Сочи, для Красной Поляны, которые могут работать в температурном режиме плюс 43 градуса окружающего воздуха. Это уличный холодильник, который может работать в условиях высокой горе. На сборочной линии, кроме шкафов витрин, мы также увидели так называемые барные модели и знаменитые микромаркеты. Кстати, стикеры, которые размещаются по желанию заказчика на боковых поверхностях холодильников, в основном заказываются в Выборге. Вот и еще одно направление локального производства. Что же касается импортных поставок, руководство предприятия утверждает, что сильной зависимости от них нет. Часть оборудования, которое мы используем на производстве, европейского производителя. Поэтому, в основном, мы зависим от сервисных специалистов производителя. Для того, чтобы избежать проблем в этом направлении, мы каждый сервисный визит совмещаем с работой наших специалистов российских, для того, чтобы в будущем можно менее привлекать этих специалистов на наше производство. Также хочу отметить, что в России не так много производителей компрессоров. И, понимая, что сейчас с европейскими комплектующими могут быть трудности, сейчас мы уже начали прорабатывать вопросы по замене данных комплектующих белорусскими, либо другими азиатскими производителями. А потребитель не заметит изменений в качестве продукции, уверены на предприятии, потому что качество у предполагаемых импортозаместителей ничем не уступает. Будем работать, будем жить. Наталья Березовская, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Оказаться на месте своих детей смогут жители Выборгского района. 30 марта в школе номер 13 пройдет ежегодная всероссийская акция «Сдаем вместе день сдачи ЕГЭ родителями». Почувствовать себя школьниками смогут родители будущих выпускников, бабушки и дедушки, а также общественные деятели. Взрослые полностью окунутся в экзаменационную атмосферу и познакомятся с процедурой сдачи ЕГЭ. Они пройдут необходимую регистрацию, заполнят бланки, сдадут мобильные телефоны и напишут сокращенный вариант экзамена по математике базового уровня. В ходе мероприятия они также ознакомятся с рассадкой выпускников в аудиториях, увидят, как выглядит рабочее место участника ЕГЭ, как организован контроль за объективностью проведения экзамена, как происходит печать и сканирование материалов. Начало мероприятия в 16 часов. Желающим принять в нем участие, необходимо обратиться в районный комитет образования. Номер телефона на вашем экране. 30-летие отметил Выборгский детский музыкальный театр. Коллектив, который носит звание образцового, к юбилею поставил спектакль «Все мыши любят сыр». На премьере побывала наша съемочная группа. Хожу я по квартире и думаю о том, что эти дырки мышка прогрызла так отважно, жить мирно, не желая, с обжорою котом. Юбилей детский музыкальный театр отметил премьерой. В Доме культуры труп подавала спектакль «Все мыши любят сыр». Выбор постановки не случайный. 30 лет назад ее представил зрителю Выборгский детский кукольный театр. Замечательную и поучительную сказку решили повторить уже в музыкальном исполнении. Вместе с юными артистами трудились завпостановочной частью, педагоги по вокалу и хореографии и, конечно, режиссер. Дети очень хорошие, дети очень талантливые. Мы помогаем им, у нас замечательные педагоги. И все мы в команде вместе с детьми, потому что театр – это творчество коллективное, одному ничего нельзя сделать. Соответственно, все вместе с большим трудом, с каждодневными репетициями мы все это сделали и представляем сейчас этот замечательный юбилейный спектакль. История интересная и, что называется, актуальная во все времена. Под одной крышей в сыроварне встречаются две семьи – серые и белые мыши. Взрослые враждуют, а дети хотят дружить. Да так сильно, что не боятся обратиться за помощью к коту. Удивительные превращения в итоге заставили понять, что все мыши похожи друг на друга, независимо от цвета шкурки. Работать над постановкой юные артисты начали еще осенью прошлого года, но из-за ограничений, связанных с пандемией, завершили только сейчас. Весь педагогический состав трудились над выполнением задачи постановки спектакля, и спектакль удается реализовать. Коллектив у нас очень дружный, мы все друг за другой горой. Здесь те стены, которые тянут к себе всегда. Ты будешь, вот ты уйдешь, но ты помнишь о нем, и ты, может, еще вернешься, потому что тут такая аура. Спектакль «Все больше любят сыр» теперь появится в репертуаре детского музыкального театра. Вероника Когут, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Художественная галерея выставочного центра «Эрмитаж Выборг» приглашает жителей на выставку «Летняя рапсодия». Здесь представлены полотна двух художниц из Санкт-Петербурга – Надежды Шкандри и Натальи Быковой. Почему они решили показать выборжцам именно эти работы, и почему сирень заставляет грустить? Расскажем в следующем репортаже. Быстрый способ поднять себе настроение – посмотреть на цветы, пусть и не живые. Нарисованные петербургскими художницами, они, кажется, даже источают свой аромат. Главный посыл Надежды Шкандри и Натальи Быковой – чтобы люди зарядились теплом и думали о хорошем. Я считаю, что сейчас на людях искусство – огромная миссия. Мы несем тепло наших сердец для людей. Все-таки искусство – это наша связь с Богом. Он дает нам внутри мир. И я очень счастлива, что мы дружим с Натальей. Действительно, у нас дети ровесники. Мы видим друг друга, вдохновляемся. Когда художницам предложили привести свои работы «Выборг», они ни секунды не раздумывали. Наталья Быкова и Надежда Шкандрий ценят это выставочное пространство. С качественным освещением, расположенное в самом центре города и, конечно, его сотрудников. Посетители галереи тоже всегда лестно отзываются об авторах, которые здесь выставляются. Отмечают то, что мы стараемся показывать, как бы, мы так называем, срез современного искусства. Но всегда он интересен своим таким разнообразием. И вы довольно такой достойный вклад вносите в это наше тоже общее дело. За это вам большое спасибо. Яркие цветочные композиции, нотюрморты, пейзажи. Работы «Выборг» привезли такие, чтобы еще раз напомнить людям. Прелести нужно искать в обычных моментах жизни. В хорошей погоде сочной спелой черешни, цветение сирени. Полотна Надежды и Натальи можно отличить по экспрессивности. Надежда Ярославовна, она родом из Питера и потомственный питерский человек. У нее достаточно сдержанные, спокойные, уравновешенные по цвету, по композиции, цветы, нотюрморты, пейзажи. Все очень сдержанно, все очень толково и с умом. Но у меня очень ярко, потому что я сама с севера. И вот эта нехватка тепла, яркости, красок, чего-то сочного, свежего, это меня всегда преследовало с детства. И, наверное, это вылилось в мои работы. Наталья Быкова, несмотря на то, что, выбирая фон для интервью, остановилась на картине с сиренью, писать ее не любит. Говорит, что не получается, и это всегда заканчивается слезами. После очередной попытки дает себе обещание, что никогда в жизни больше не будет рисовать сирень. Я считаю, что это такой холст, который у меня достаточно неплохо получился. Пройти мимо вообще цветов, наши полосы, очень сложно. Они все разные в разное время суток. И Наталья, и Надежда не представляют, по какому другому пути они могли бы пойти. Сразу узнали, что непременно станут художницами. Через живопись, говорят мастера, они реализуют задачи своей души. Большую часть их жизни занимает и преподавание. Обе работают на кафедре живописи и рисунка Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Являются членами Союза художников России. Экспозиция «Летняя рапсодия» будет работать в художественной галерее на Димитрово-5 до 27 апреля. Галина Давыдова, Валерий Пресижнюк, медиагруппа «Наш город». На этом все. Еще больше интересных новостей вы можете найти на нашем сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!